МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры проекта, студия семейного кино Перфекто и творческое пространство Птица. О, привет, Лиз. А я тут осанку выпрямляю. Кстати, смотри, как умею. Оп! Ты что, с ума сошел? Это неуважение к книгам. Люди стараются, придумывают идеи, печатают эти книги издательства потом, а ты вот так вот небрежно к ним относишься. Мы вообще-то эту книгу будем разыгрывать, и ты ее портишь. 21-й век на дворе, а ты за листочки беспокоишься. Конечно, беспокоюсь. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Отдыхай». И, как вы могли заметить, тема сегодняшнего эфира посвящена вот этим прекрасному виду искусства, как книги. И в эфире зануда, Лиза. И тот, кто совсем не читает. Я вообще-то не зануда, я просто читаю книги, а ты не читаешь. И это Даня. И мы напоминаем, что мы выходим в прямом эфире, а это значит, что у вас у всех есть возможность с нами пообщаться. И это можно сделать в какой группе? В группе детского медиа-центра «Куча мала». Вконтакте. И нам... Вы можете позвать нам в чат немножко попозже, и мы обязательно на ваши вопросы ответим. Да, поэтому пишите нам в чат, и по теме сегодняшнего эфира... Зачем читать? И я отвечу немножко позже на этот вопрос. А еще могу сказать, что вы можете смотреть нас по телевизору, на национальном телевидении Чуваши. И сразу в двух группах Вконтакте. Детский медиа-центр «Куча мала» и национальном телевидении Чуваши. И сегодня у вас есть возможность выиграть эту прекрасную книгу. Называется она «Чувашская мифология». И эту книгу производит чувашское издательство наше. И чтобы ее выиграть, вам нужно просто лайкнуть и репостнуть последнюю запись с эфиром и также писать интересные вопросы нам в чат. Так что всем удачи, и в конце мы подведем итоги нашего розыгрыша. И кому-то достанется эта прекрасная, тяжелая, если честно, книга. А вот теперь отвечай на вопрос. Зачем все-таки читать? Как это «зачем читать»? Я считаю, что чтение и вообще книги – это лучший источник знаний. Нет, лучший источник знаний – это интернет. Неправда. Ты знаешь то, что умные люди как раз-таки и создали интернет, и продвигают его, а умные люди читают книги. И вот специально эти умные люди делают для нас сайты, и чтобы мы тоже были умными. Но это неправда. Лучше же читать всегда в оригинале. Вот эти вот странички, неужели они тебя не завораживают? Да, этот оригинал можно найти на любом сайте в интернете. Ну и зачем? Ты знаешь, что все самые даже богатые люди и то книгами увлекаются. Например, Билл Гейс, он купил у летописи Леонардо да Винчи за 44,6 миллионов долларов. А знаешь, что я хочу тебе сказать? По статистике в России почти все люди заканчивают читать книги на 18-й странице. Это если книга неинтересная. А если она интересная, то она прям завораживает. И читаешь ты ее взахлеб. И много ты таких книг взахлеб прочитала? Конечно, много. И знаешь, я читаю всегда то, что мне нравится. А то, что нравится, всегда взахлеб читается. Ты вообще хоть какую-то книгу-то в жизни прочитал? Ну, была одна книга, которая мне очень запомнилась и была очень интересная. Я прочитала ее до конца. Это книга Даниэля Дефо «Робинзон Круза». Она очень интересная. Советую тебе прочитать. Данила, ты знаешь, что эту книгу вообще-то читают в четвертом классе. Тебе уже давно пора невышко взрослеть и начать читать художественную литературу. Потом в 11-м классе будешь писать ЕГЭ, а там нужны аргументы из литературы. Так что тебе все равно придется читать, а не краткое содержание. Там ведь полное содержание проверяют. Вот у меня тоже есть любимая книга. И самое главное, мораль этой книги выражена в цитате. Именно мы всегда в ответе за тех, кого приручили. Неужели ты знаешь эту книгу? Конечно, знаю. Мне папа всегда так говорил. Вот. И вообще она известна по всему миру. И люблю ее не только я, а еще режиссер канала «Дисней и карусель» Антон Михайлов. А как она называется? Не скажу. А вот это, чтобы узнать, нужно зайти и точнее посмотреть сегодняшнюю рубрику, которая посвящена книгам, где люди сейчас нам расскажут, какие их самые любимые книги. У вас есть какая-нибудь книга, которая, можно сказать, перевернула все ваше сознание? Ну, как это обычно бывает у творческих людей? Ну, чтобы перевернула... Как-то повлияло, может быть. У меня есть любимая книга, которая вдохновляет и является для меня таким, ну, наверное, образцом глубокой мысли, душевности, какое-то настроение. И это «Маленький принц». А у вас есть такие книги, которые, может быть, изменили вашу жизнь или очень запомнились? Ну, мне очень запомнилась книжка «Пятнадцатилетний капитан». Серия книг «Меч истины», то есть «Легенда об искателе». Ну, эта книга, так, произвела сильные впечатления на меня. Я считаю ее самой лучшей книгой, которую я прочитал. Одна из самых интересных – это «Дневник Майя», который понравился очень моей младшей дочери. Про Манюню тоже, Нарине Абгарян, очень интересная книга. Записки для моих потомков Ариадна Борисова. Мне очень нравится, что сейчас очень много современных авторов, которые пишут действительно очень потрясающие, захватывающие книги. Тимур и его команда, в первую очередь, в детстве я его читала. Но она не изменила, она помогала мне вот сформироваться, что именно вот коллективом, что вот людей, людям помогать научила. Ну, скорее всего, наверное, Гарри Поттер. Вот я последнюю книгу читала, если честно. Интересно читать, что надо смотреть. Дэйл Карнеги недавно читала «Психология». Много полезного. А если кратко, о чем там? Как общаться с людьми, как себя вести, как на работе себя вести. Солнечко! Всем привет! Вы смотрите программу «Адыхайп» и тема сегодняшнего эфира – это «Зачем читать?» вообще книги, зачем они нужны? И сегодня мне очень приятно это озвучивать, то, что у нас сегодня в гостях директор книжного чувашского издательства, а именно Светлана Анатольевна Каликова. Спасибо большое, что вам пришли. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос, который сразу приходит. Здравствуйте, Дэнин. Здравствуй, Лиза. Дайте мне возможность поздороваться с зрителями чувашского национального телевидения. Здравствуйте всем! Первый вопрос, который нас очень сильно интересует – это Даня его задаст. Откуда такая любовь к книгам? Да, любовь к книгам с самого раннего детства. Я просто хочу обратить внимание, что мое поколение выросло в советское время. И не было интернета, который так сейчас хвалил Данила. И телевизионных каналов было всего три кнопки. И одно из единственных таких доступных развлечений, которое потом переросло в хобби – это были книги. И родами с детства это увлечение. А вот когда вы уже, например, подросли немножко, когда в школе сдавали какую-то литературу на лето, вы все читали? Я не могу сказать, что я читала по списку, который нам задавали учителя. Мне было интересно. И чаще всего я прочитывала книги до того, как нам давали эти списки. В школах были очень хорошие библиотеки. Они и сейчас очень хорошие, насыщенные. Много литературы можем там найти. Приходишь в библиотеку – особый запах, особая аура. И первое время, конечно, берешь все, что тебе попадается под руку. Ребенок не всегда разбирается сам. И, в принципе, учитывая богатство вот этого библиотечного фонда, много успевала почитать. А вообще, вот мы сейчас посмотрели рубрику про любимые книги жителей нашего города. И вообще у вас есть какая-то книга, которая вот прям выделяется из всех списков лучших книг? Вы знаете, Лиза, я не могу назвать такую одну книгу. В каждом определенном возрасте это своя книга. Вот у Даниила это Робинзон Крузо. Конечно, эта книга была любима мной в детстве достаточно долго. Потом это были романы Дюма. Вот если говорить о приключенческой литературе, Данил, я бы порекомендовала тебе романы Жюли Верна. Печитает. Да. 20 тысяч льет под водой. Если тебе понравился Робинзон Крузо, я думаю, тебе понравится и Капитан Немо. А что делать, если вот такие дети, как я, не хотят ни в какую читать? Что делать с ними? Надо ли заставлять вообще? Наверное, какими-то силовыми методами, независимо от того, этот человек ребенок или это взрослый, заставить нельзя. Я думаю, что можно только заинтересовать. А вот нас очень интересует также тема про краткое содержание. Всегда ли нужно читать книги в полном содержании? И вот если бы вы были учителем уже, вот сейчас точнее, русского языка, вы бы ругали своих детей, если они читают краткое содержание в интернете? Ну, это вот и проистекает ответ, наверное, на этот вопрос из предыдущего. Ругать бесполезно. Подростки, учитывая загруженность свою, они все равно будут читать в краткой форме содержание больших произведений. Кто-то хочет стать инженерами, он считает, что литература для него не настолько важна. Кто-то хочет стать врачом, и у него очень много времени занимает биология и химия. Заставлять бесполезно. Если человек заинтересован, он когда-нибудь придет к этим книгам. Ну, вот у меня тоже есть такой личный опыт, то есть я не всегда была такая книголюбивая, не всегда была книголюбом, и я начала читать только, ну, наверное, пару лет назад, когда меня вот прям, ну, в захлеб решила читать. А вы помните, что это была за книга? Что вас так увлекло? Да, это был Евгений Онегин. Я прям, как только начала читать, для меня Татьяна Ларина стала каким-то, ну, образом именно... Идеалом? Да, идеалом женщины. Неожиданно для девушки 21 века, чтобы идеал. И вообще, любимая моя фраза, это из Евгения Онегина, «Но я другому отдана, и буду век ему верна». Ну, это же прекрасно. Это, конечно, прекрасно. Кстати, вот у нас тут лежит книга, и, ну, хочется именно сделать акцент, что вы директор книжного издательства, Чувашского. Какие книги в Чувашии вообще выпускают, и из чего состоит эта книга? То есть, вот она такая сейчас, с чего начинается процесс именно создания книги? Ну, у вас, Лиза, несколько вопросов. Как вообще, как работает книжное издательство, и как появляется книга? Потому что очень-очень сильно хочется все узнать. Я поясню. У нас это Чуварское книжное издательство. А учитывая, что 67% жителей республики – это Чуваши, и что Чуваши – это пятая по численности нация в России, мы акцент делаем прежде всего на Чувашскую культуру, на Чувашский язык. Поэтому у нас из книг, которые издаются в Чувашском книжном издательстве, более 50% – это книги на Чувашском языке. Это и взрослые, для литературы для взрослых, это и детские книги. И в то же время, учитывая, что почти половина жителей республики живет в городах Чебоксара и Новочебоксарск, несмотря на то, что, возможно, вы по национальности Чувашка, Данил по национальности Чуваш, у меня дети наполовину Чуваши, они не говорят по-чувашски, к сожалению. И наверняка вы тоже не читаете книги по-чувашски. У нас очень много книг, вот я хочу показать, на русском, чувашском языках. Вот это одна из последних книг «Нарспи». Она издана на чувашском, конечно же, на языке оригинала, русском языке, и здесь английский язык. На английский язык переведена эта книга. Прекрасный иллюстрированный материал, поэтому она достойна занять место на книжных полках как у вас, так и, допустим, в сельской глубинке. Поэтому, вот смотрите, еще одна книга тоже на русском и чувашском языке. Стихи Андрианы Григорьевой, это у нас премьера, можно сказать. Мы первый раз представляем ее в эфире телевизионном. Она только-только появляется в книжных магазинах Чувашского книжного издательства, также на русском и чувашском языке. Поэтому мы делаем все для того, чтобы книги были доступны и на русском языке, и на чувашском языке для всех. И для, конечно, наших республик. А с чего начинается именно процесс? Процесс, как любое творение, начинается с идеи. Вот, к примеру, кто-то из вас хочет стать писателем. У него появляются идеи. Он эту идею вынашивает, потом эта идея ложится на бумагу или набирается в ворде, в компьютере. И дальше человек хочет, чтобы эта книга, вот его идеи, его мысли были узнаны другими людьми. И он идет в книжное издательство или в какие-то крупные журналы, которые печатают литературное произведение. Так появляется литературное произведение, становится доступным для читателей. А если вот вам нужна срочная информация, вы куда обратитесь? Вот за книжками или в интернет? Данил, ну, конечно, для срочной информации есть интернет. Если мне нужна какая-то научно обоснованная информация, я пишу какой-то научный труд. Конечно, авторитета больше у книги, у печатной версии, потому что над ней работает целая группа ученых. Она проходит редакторскую правку, корректорскую правку. И если в словаре написано так, то лучше использовать все-таки эту информацию. Вот, видишь, поэтому книги нужно читать. И когда ты будешь потом писать сессию, нужно будет за книжками сидеть. И вообще, нам также интересно, есть ли какие-то заказывали у вас подарочные издания? Да, вот тут заказывали подарочные издания. Вы смотрите, в принципе, книга – лучший подарок. Согласны ли вы с этим, что лучше? Я согласна с этим, да, что один из лучших подарков – это книга. Но, смотрите, если, допустим, вот «Чуварская кухня», вот посмотрите на эту книгу, она может быть интересна любому читателю. А вы сами любите готовить по этой книжке что-нибудь готовите? Достаточно редко. Ну, потому что она национальная кухня, наверное. Да, национальная кухня, она достаточно… Есть простые блюда, есть сложные блюда, она интересна, она и на русском, и на чуварском языке. Вот, к примеру, книга «Золотая сумка». Это чуварские народные сказки на русском языке. Ее можно дарить для человека любого возраста. Ну, а для того, чтобы уж угодить, и для этого надо знать вкусы человека. Вот мы тоже согласны, что книга – это самый-самый лучший подарок. И поэтому у нас есть рубрика, чтобы тоже все об этом узнали. Именно причины, почему книга – это самый лучший подарок. Сегодня, когда в продаже имеется все, что угодно, подарок становится найти все более сложно. И не важно, кому мы хотим сделать этот подарок – другу или родителям. Не имея конкретных пожеланий, мы всегда ломаем голову, что же подарить. Поэтому именно для вас мы создали перечень причин, почему именно книга – самый лучший подарок для всех и во все времена. Ты можешь подобрать книгу любого размера. Выбери ее как маленький подарок, который легко поместится в твою сумку. Или как большой, который уже впечатляет человека своим размером. Книгу всегда удобно обернуть в подарочную бумагу. У нее ровные стороны, поэтому твой подарок будет иметь идеально аккуратный вид. Торты быстро съедаются, косметика стирается, и остаются одни же проблемы. А книгу можно читать еще очень много лет. Подаренную книгу можно взять куда угодно. Она сможет развлечь, убить время в дороге или во время переменки. Книгу не нужно кормить, поить, купать и даже выгуливать. Достаточно ее чуть-чуть подклеить, если вы уж так часто ее перечитывали. Книга – экономный подарок. Она не требует дополнительного расхода электроэнергии, воды и газа. Тяжелая книга может стать хорошим инструментом для самозащиты. Красивая книга может выполнить интерьер любой квартиры и сделать его уютней и теплей. В книге можно зашифровать послание или поздравление. Согласитесь, это намного интереснее простой открытки. Вы продолжаете смотреть нас от программы «Отдыхайп». Мы разговариваем про книги, про этот прекрасный вид искусства. И вот наш сегодняшний главный вопрос – это зачем все-таки читать? Вот вы сможете ответить на этот вопрос. Я послушала сейчас ребят, которые рассказывали, для чего им нужна книга. Мне кажется, я не услышала самого главного предназначения книги. Книга все-таки источник мудрости. В ней веками копилось то, что изучали люди, то, что знают они. Они веками делились своим опытом. Вот вы же, Лиза, не зря сказали, что вы начали читать про Евгения Онегина. И вот мысли Татьяны, они легли на ваши мысли. Она стала вам близка. Вам даже... Вы для себя уже выбрали определенную линию жизненную. Вот для этого нужно читать книги. Не для самозащиты, не для того, чтобы прятать в них какие-то вещи от родителей. Все-таки книга – это источник мудрости. А вы когда преподавали в школе, проверяли детей на то, как они быстро читают? Технику чтения. Вы, наверное, помните, что это такое? Технику чтения, ребят, все-таки больше проверяют на младшей школе. И в первом полугодии, когда дети приходят в пятый класс, все-таки важно... Тем более я не работала в младшей школе, у меня были дети, я работала с учениками от пятого по одиннадцатый класс. Важна не скорость чтения. Важно, насколько человек понимает то, что он читает, насколько он запоминает то, что он читает. Но мы в интернете посмотрели нормы именно, сколько слов в минуту должен читать взрослый человек. И это 200 слов. Подростки могут читать 150 слов, ну вот как мы с Даней. И мы сейчас... Прямо в прямом эфире будем проверять технику чтения. Да, у нас есть книжка, между прочим, это классная книжка, введение в мировую журналистику. Мы выбрали то, что нам интересно. Конечно. И сейчас я найду этот текст. Вы хотите, чтобы я прочитала? Да, и мы за минуту, сколько вы прочитаете, сколько мы прочитаем. Ладно, Даня, ты первая начинает, так как ты не умеешь читать, давай ты начнешь. Нет, давай. Надо постараться. Вот у нас тут есть секундомет. А вслух читать или про себя? Конечно вслух. Вслух, конечно. Ну ты хитрец. Конечно вслух. Давай. Раз, два. Первые регулярные печатные газеты выходили в разных городах Европы уже в начале 17 века. Но ни одна из газет не оказывала в то время такого влияния на общество и не была столь значима, как Ле Газета. Ее первый номер вышел в Париже при дворе короля Людвига XIII 30 мая 1631 года. Идея создания газеты принадлежала кардиналу Ришелье, который преследовал политические, экономические и информационные теле. Первым главным редактором «Ла Газета» был теофраз Ренодо 1583-1653 года. Ежедневная газета была призвана помочь королю управлять государством и стала рупором авторитарной власти сотрудникам. Ренодо был не только Ришелье, но и сам король Людвиг XIII. Регулярно сам инкогнито писал в газету, в частности о своих военных подвигах и был, по сути, первым военным журналистом. С появлением «Ла Газета» во Франции сложилась авторитарная консенсация. Итак, считаем 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. 122 слова в минуту! Ну, неплохо, неплохо, я считаю. Для человека, который не так много читает, это супер. А теперь проверяем Светлана Анатольевна. Это вау. Слушай, у нас тут все честно, все честно. А почему ты себя пропустила? Ну, а я-то, если время... Ты хочешь, так надо. Ты хочешь показать мастерство свое? Мою технику чтения в последний раз, наверное, проверяли в младшей школе. Я даже не помню. Страшно подумать. Мы связаны. Давайте вспомним детство. Не всегда же мне проверять, давайте. Раз, два, три. Первые регулярные печатные газеты выходили в разных городах Европы уже в начале XVII века. Но ни одна из газет не оказывала в то время такого влияния на общество и не была столь значима, как «Ла Газета». Ее первый номер вышел в Париже при дворе короля Людовика 13-30 мая 1631 года. Идея создания газеты принадлежала кардиналу Ришелье, который преследовал политически-экономически-информационные цели. Первым главным редактором «Ла Газета» был Теофраз Таринода. Ежедневная газета была призвана помочь королю управлять государством и стала рупором авторитарной власти. Сотрудником Ринода был не только Ришелье, но и сам король Людовик. Король Людовик 13 регулярно с Аминковым дописал в газеты, в частности, о своих военных подвигах и был, по сути, первым военным журналистом. С появлением «Ла Газета» во Франции сложилась авторитарная концепция печати. В разное время эта концепция господствовала в журналистике почти всех стран мира. Для авторитарной концепции газета – рупор власти. Через нее не только сообщаются новости, но и рассылаются директивы на места. Здесь обязательно предварительная цензура, отсутствует сенсация, правдивая информация, часто приносится в жертву. – О, вот это вы! – Обалдеть! – Ну, наверное, все равно не 200, а одно слово. – Ну, все равно. Это больше, чем мы, мне кажется, вместе взятые. – Ну, наверное. – Браво, Светлана Анатольевна, браво! Прекрасно! Вот видите, это не так-то страшно. И сейчас мы хотим прорываться на короткую рекламу. Вы смотрите программу «Отдыхай!» И мы сегодня разговариваем на мою самую любимую тему – это книги. И сейчас у нас подошло время ваших вопросов. Мы хотим зачитать их. Вот у нас тут. Сейчас посмотрим. – Я так и не поняла. Зачем же нужно читать? Все есть в интернете. – Неправда. Книги, как Светлана Анатольевна сказала, это источник мудрости. Ты читаешь книгу, ты наполняешься. Твое мировоззрение расширяется. – Давай так договоримся. Я буду читать книги, но в интернете. – Ну, хороший вывод. Ну, хотя бы так. Хотя бы в... Там, только не краткое содержание, только не краткое. – Ну, вот я думал про Катю. – Итак, что она нам пишет? Так, Ксюша Михайлова пишет. Какая книга будет идеальна, чтобы читать детям перед сном? – Ну, давай, говори. – Это, мне кажется, точно не страшилки и не всякие детективы. Какие-нибудь детские сказочки. Вот, Светлана. – А стихи? Стихи тоже можно читать. Стихи, конечно, можно. Может, произведение своего сочинения. – А ты когда-нибудь засыпала под маминой сказки? – Не припем... Не прип... Не помню. – А вот о самой сестренке читала на ночь сказки? – Да, я иногда пыталась прочитать, но она быстро засыпала. – И ты засыпала? – Да. – И сразу засыпала, пока читала. Вот мне папа, кстати, рассказывал, что когда он мне в детстве читал книжки, он просто... Ну, у него такая болезнь, вот он читает книгу и сразу засыпает. И я не могла... Я еще даже не уснула, а он уже уснул, когда мне читал книжки. А вообще, мне кажется, самая лучшая книжка, чтобы читать. Ну, можно знать, чем воспользоваться. Не только книги читать, можно аудиокниги поставить, чтобы... Вот мне в детстве доктора Айболита не слушала. – Я помню, пытался один раз начать слушать аудиокниги. На ночь включил, на утро просыпаюсь, ничего не помню, что я читал, вообще читал ли, слушал ли, все забывается. – Так, хотели бы сами написать книгу, о чем она будет. – Вот это интересный вопрос, Дань. Ты бы хотела написать книгу сам? – Ну, я могу написать статью, но книгу, мне кажется, до книги я не дойду. – Ну, знаешь, вот сейчас, как бы, многие люди пробуют себя в написании книги. А именно, я знаю то, что пишут какие-то фанфики. Это значит то, что... Ну, как я знаю, что это пишут про каких-то любимых певцов, артистов, про них какие-то истории придумывают. – Шуточные? – Ну, не то чтобы шуточные, они еще какие-то любовные истории придумывают, какие-то там приключенческие. – Но это же реальная жизнь, нет? – Нет, просто с героями своими любимыми, поэтому, ну, это прикольно. Но я бы не сказала, что я хочу написать книгу, мне кажется, мне для этого не хватит сил. Я всегда что-нибудь меняю, как только пишу сценарий сюда для рубрики, я сначала напишу, потом так скомкаю и все выброшу. – Ну, давай, любая книга начинается с названия. Как бы ты назвала? – Самый лучший заведущий. – Вот такая книга. – Далее. Лиза, а ты всегда читаешь книги, которые задают в школе? – Ну, знаешь, когда ты начнешь учиться в старшей школе, ты будешь реально читать то, что тебе задают, но это только будет в старшей школе. Так я не часто читаю что-то по школьной программе, только если мне это реально надо. – То есть ты мне соврала? – В смысле соврала? – Я тебе сказала, что я читаю то, что мне нравится, я читаю книги взахлеб, но это же не всегда должна быть именно школьная литература. – Так что сами пользуйтесь кратким содержанием. Вот Даня пользуется. – Я знаю. – Конечно. – Даже не говори, что не пользуется. – Когда задают очень большие произведения, как же не прочитать краткое содержание? – Ну и вообще, вот я люблю, например, читать книжки. Вот мне кажется, знаешь, как ты книжки читаешь? Книгу читаешь, а за ней телефон. И этот тип вот такого книголюба есть у нас в следующей рубрике. Так что посмотрите на Даню, как он читает. – Что читаешь? – А, это там главный герой в конце умер. – Спасибо. Спасибо. – Спасибо. и издевает мастер-классы. В ходе семьи молодых лет в мастер-классах вы узнаете победы для нас. Прибьёмся с бутболом в этой мастер-классе. Ничего нового придумать не получится. И что нам приходится снимать? Чё читаешь? До какой главы дошла? Чё? Чё за книжка? Ооо, прикольно! Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, как вам типы этих людей? Знаете, там последний тип был как раз-таки неаккуратный. И мы надеемся, ребят, что вы никогда так не поступаете с книгами. Это просто какое-то кощунство. Так что мы надеемся, что ваши книги все в идеальном состоянии, как вот эта книжка, которую вы разыграли. А чтобы такого не было. Мы ещё не разыграли. У вас ещё есть возможность поставить лайк. Последние секунды. И сделать репост. Последние секунды. И вообще, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. И для тех, кто только что присоединился, вы можете посмотреть повторы нашего эфира в группе Кучмала ВКонтакте. И на сайте Национального телевидения Чуваши. Лиз, я думаю, что мы весь эфир хотели поблагодарить кого-то. Да, мы хотели поблагодарить именно то место, в котором мы находимся. Эту прекрасную, красивую, просто невозможную студию. Именно Перфекта. Здесь можно... Ой! Птица! Творческое пространство. Ну, Перфекта мы тоже не забываем. Они нас снимают. Вон, красивые какие. Здравствуйте! Они очень похожи, что здесь находятся птицы. И всё так запутано. Да, вы можете птицы вообще любые фотосессии снять. Я вот тоже тут фоткалась один раз. Так что приходите. Можете здесь любое торжество устроить. Но... Ну, а мы хотим перейти к розыгрышу. Она жмёт эту кнопочку, самая тут занучивая. Вот наш розыгрыш. И сейчас с помощью специальной программы мы определим победителя. Так. Давай. Та-да-да-дам! Карина Тимофеева! Ты победила в нашем розыгрыше! Эта книга достаётся тебе! Вот. Мы с тобой обязательно свяжемся. И потом отдадим тебе эту книжку. Всё. Обязательно дочти её до конца. Прочти, перечитай сколько угодно. Я тоже такую теперь хочу. Угодно. А сейчас мы хотим позвать нашу сегодняшнюю гостью. Светлана Анатольевна Каликова. Директора издательства. С очень большей скоростью чтения, как мы могли заметить. И вот наш сегодняшний. Показывай. Показывай. Это вот такой вот... Такой рупор. И сейчас Даня как раз вам его даст. Это символ нашей программы. Хотите... Вот, знаете, говорите всё, что вы хотите. Вот, давайте вы к нам поближе чуть-чуть станете. Вот. Давайте поближе. Спасибо, ребят. Очень интересно было посмотреть на то, что делают современные дети. Вы можете что-нибудь пожелать? Пожелать я хочу... Обратиться я хочу и ко взрослым, и к детям. Уважаемые взрослые, читайте больше своим детям. Сказки. Перед сном. Это могут быть любые сказки. Дорогие дети, читайте больше книг. Дорогие подростки, читайте классику. Не только то, что читается в захлёб. И приходите в магазин Чуварского книжного издательства. У нас вы можете найти не только продукцию Чуварского книжного издательства, но и все новинки. Прекрасно! Спасибо большое, Светлана Анатольевна. С вами было очень интересно. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти. Нам было очень приятно с вами разговаривать, беседовать. И мы узнали много-много нового про книги, про то, как она создается, как важно читать книги Даня. Поэтому тебе стоит задуматься серьёзно про то, что ты будешь читать. Даня рано или поздно придёт книга. Я уверена в этом. Поэтому, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Спасибо большое, что смотрели нас. Мы вас видим, мы вас слышим и вас любим. Всем пока! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Птица Птица